Здравствуйте! Это Русский Космос. Наша сегодняшняя программа о удивительных космических преобразованиях, о том, как космос пришел в нашу жизнь. Телевидением, телевизионными трансляциями, телефонными разговорами, интернетами, всеми большими и маленькими мелочами, которые изменили нашу цивилизацию. Гость нашей сегодняшней программы – генеральный конструктор космической системы связи и телевидения «Ямал», генеральный конструктор «Газпром космической системы» Николай Николаевич Севастьянов. Здравствуйте! Добрый день! В 1994 году возникло такое определение. Появилось оно в Америке. Суперинформационный хайвей. Нашу планету американцы представляли, которые развивали эту тему, как небольшой шарик, окутанный сетью дорог, по которым движутся специальные системы. Информационные, спасательные, разведывательные, исследовательские, скорые помощи, военные. То есть огромное количество дорог, которые проложены вокруг нашей Земли. Только дороги эти наполнены не машинами, а спутниками. Действительно, за вот эти прошедшие 20 лет представление о космосе довольно сильно изменилось. Начало 90-х годов – это был период, когда только начиналось промышленное освоение космоса, и все-таки к космическим объектам стали относиться не как к изделиям в виде автомобилей, а все-таки как к промышленным объектам, которые выполняют функции, похожие тем, которые выполняют промышленные объекты на Земле. То есть, фактически, получается, мы запускаем в космос сегодня не машину, а завод, который производит машины? Слегка смелая аналогия, но уже ближе она, так сказать, действительно к существу дела, потому что сегодня, если взять именно терминационные космические системы, то они строятся действительно по данному принципу, и на гистонарную орбиту вокруг Земли. Эта орбита находится в актериальной плоскости 36 тысяч километров от Земли, и ее особенность в том, что угловая скорость вращения движения спутника по этой орбите совпадает с угловой скоростью движения Земли. И поэтому, с точки зрения наземного наблюдателя, как бы спутник висит над одной точкой. И действительно, вот на такие орбиты стали размещаться сегодня довольно крупные, мощные интенсионные объекты промышленные, то есть спутники связи, которые уже предоставляют обществу именно товарную услугу. То есть, они производят товарную услугу, еще не производят материальную продукцию, но уже производят товарную услугу, которая потребляется не только государственными структурами, но не только корпорацией, но и уже сегодня, наверное, широко потребляется массовым потребителям. Это доступ в интернет, это телефония. В общем, все идет к тому, что космос начинает играть все большую и большую роль в обеспечении информатизации цивилизации. В создании некоего информационного, глобального информационного пространства. Давайте вернемся в историю. Все начиналось с того, что на наших месторождениях, собственно, для которых вы разрабатывали первые системы космической связи, не было связи. Тянуть туда оптоволокно, тянуть туда провода, это практически невозможно. С учетом наших рельефов местности, с учетом нашего климата. И поэтому зашел разговор о том, что новые месторождения нужно обеспечивать очень хорошей связью. Практически здесь, сейчас, сегодня. То, что мы сегодня называем онлайн. Ради этого и создавались первые спутники. Но им сразу же нашлось и дополнительное применение. Вот, опять же, если брать начало 90-х годов, когда была создана система газоснабжения, и основные объекты, где добывается газ, основные территории, это, в общем-то, на севере нашей страны. Конечно, были средства связи, наземные средства связи. Это тропосверные станции, это радиорелейные. Но, опять же, условия и дороговизна наземных средств связи, и, самое главное, длительность их развертывания, она, в общем-то, не позволяла, не поспевала за обеспечением связи, освоение северных наших просторов, северных месторождений. Тогда произошел такой первый, что называется, контакт газовой и космической промышленности, и возникла идея создать систему спутниковой связи. «Газпром» поставил задачу сделать не просто систему связи, а создать ее так, чтобы она имела промышленный характер и работала на принципах самоокупаемости. Ну, если для нашего простого зрителя объяснить, что такое система ретрансляции сигнала, мы говорим о том, что на Земле есть огромное зеркало, которое собирает сигнал, фокусирует его, отправляет в космос. На космическом объекте есть свое зеркало, которое, получая узкий пучок сигнала, раскрывает его на огромную территорию. Но возникает вопрос, как одно зеркало можно использовать тысячей компаний? Что это, свои сегменты или своя кодировка? У каждого свой пароль для входа на спутник? Технически эта задача давно решена. Действительно, каждому спутнику выделяется определенная полоса частот, в которых он имеет право функционировать в данной орбитальной позиции, зоны обслуживания, режимы, в которых он умеет работать, ну, с точки зрения мощности этих излучаемого сигнала. А дальше все клиенты, или, скажем так, сервис-провайдеры, которые используют ресурсы спутниковой связи, то есть развертывают свои сети связи, им выделяются определенные полосы, уже более узкие частоты, через которые идет передача информации. Это эффективно, потому что уже мы сейчас в этом, так сказать, тысячелетии активно перешли работать в цифровых форматах. Наземное оборудование позволяет любую информацию перевести в цифру, компрессировать ее, и потом эффективно, так сказать, переводить в радиосигнал, передавать, потом расшифровка идет, и дальше получается ответ на другой стороне. Если бы станция, одна станция спутниковой связи на Земле, она видела другую, то можно было, что называется, с прямой наводкой, посылать сигнал на другую станцию. Но Земля круглая, и поэтому вот видно только на расстоянии, например, 40 километров, еще можно, если на вышку поставить, видно. В принципе, и по этой схеме работают радиорелейные линии. Ставятся эти мачты, на которых тоже самый принцип идет подача сигнала и ретрансляция его на каждом следующем переходе. Спутник же, так как он очень высоко находится, он позволяет делать одну ретрансляцию для многих-многих тысяч клиентов. Вопрос обмена информацией, он уже принципиально решен. А вот вопрос наблюдения Земли с космоса, это новое направление, которое, конечно, даст так же, так как и телекоммуникационный, следующий толчок к развитию, в общем-то, цивилизации и вообще промышленности, и экономики стран, которые будут активно использовать вот эти генетерационные космические услуги. Большая система газопроводов, больше 155 тысяч километров газопроводов с укладавления. Естественно, он расположен на больших территориях, и вопрос контроля технического состояния – это одна из актуальнейших задач. Это и вопрос безопасности, это вопрос и затрат. И вот космос сегодня позволяет эффективно ошлять мониторинг технического состояния трубы на постоянной основе, чтобы своевременно до аварии, в общем-то, предупреждать вот эти все негативные последствия. А другая задача использования дистанционного зондирования из космоса – это анализ и просадок, потому что Земля, она живет, она не находится год, каждый год от года к году где-то поднимается. Возникает изменение рельефа местности. Да, рельеф местности. Это всем известно, и где-то бывают даже катастрофические последствия, потому что провалы большие существуют. И вот, опять же, этот мониторинг позволяет сохранять всю разрастающуюся промышленную инфраструктуру наземную. То есть это тоже вопрос о промышленной безопасности. Или, например, актуальные для России проблемы северно-морского пути. Ледовая обстановка, ледовые карты, ледовые карты. Сегодня это решается с помощью самолетов, и ледоколы ходят. Но, опять же, космос позволяет добавить вот к этим работам значительно больше информации и на регулярной основе видеть айсбергообразование. Космические средства в силу своей глобальности, они уже, как мы видим, не только в телекоммуникациях, но и в инкуляционных, так сказать, услугах, дают большую помощь или, скажем, большой эффект для промышленной эксплуатации и для промышленного развития и экономической эффективности наземных объектов. С 2006 года на орбите работает российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс ДК». За несколько лет он снял больше 70 миллионов километров поверхности нашей планеты. «Ресурс П», который запустят осенью этого года, новый шаг в изучении Земли. По техническим условиям он должен пять лет работать. Мы думаем, что он будет не хуже «Ресурс ДК» и отработает дольше. Внутри цилиндрической части система линз, как в объективе фотоаппарата. Оптико-электронные преобразователи переводят изображение в электрический потенциал и отсылают на Землю. Эти самые оптико-электронные преобразователи – российское ноу-хау для космических технологий. «Оптико-электронный преобразователь – это часть спутника дистанционного зондирования Земли. Это глаза спутника». Частота выше, чем в операционной. Весь объем воздуха меняется каждые четверть часа. Малейшая пылинка на матрице приведет к огромным пятнам на снимках. Как раз тот случай, когда микронная деталь играет решающую роль в работе спутника. «Пятнышко» или пылинка на одной из матриц может превратиться в 100-километровое пятно, а потом в итоге на снимке». Микронные детали не под силу разглядеть самому зоркому человеческому глазу. Чтобы правильно установить матрицу, необходимо разглядеть на плате специальные кресты и соединить их. Это и есть точность в три микрона. «Уникальная работа здесь проводится. Такую работу выполняют все два человека у нас в России. Вот один из которых здесь, а другой в Москве, в Зеленограде». Ресурс П увидит и надвигающиеся цунами, лесные пожары и разливы рек. Возможно, расскажет об изменении климата. Вся наша Земля для этого всевидящего ока будет как на ладони. Мы с вами сейчас подошли к самому серьезному вопросу. Когда мы говорим о глобальном информационном поле Земли, которое создано человеческими руками посредством космических группировок, спутниковых космических группировок, мы говорим об интернациональности космоса. Дело в том, что система космической связи и система, которая расположена сегодня на геостационарных, на других орбитах, все вот эти вот огромные дороги, про которые мы, собственно, и начали говорить с вами, такой суперинформационный хайвей, они, как и, собственно, сам космос, они, с одной стороны, имеют национальное предназначение с точки зрения применения. Нужно наблюдать за национальными железными дорогами, нужно осуществлять национальную связь, но, с другой стороны, они наднациональны. И когда возникает проблема у одной страны, она обращается за помощью к другой стране, так что космос оказывается объединяющим вот именно эти группировки. На ваш взгляд, как сегодня складываются взаимоотношения между странами именно вот в этой вот области кооперации усилий для того, чтобы связь была постоянной, телевизионный сигнал не прерывался? Если у кого-то возникает проблема, как один человек, одна страна, одна история помогает другой? Вообще вопрос действительно важный, потому что сегодня существует как бы два движения. С одной стороны, довольно серьезная конкуренция и борьба за ресурсы как на Земле, так и в космосе, потому что ресурс, например, гестонар-орбиты, он тоже ограничен, и разные страны через свои компании-операторы борются за право обладания, так сказать, в орбитальных позициях определенными правами на частотный ресурс, который потом используется, собственно, для ретонсляции сигналов, для передачи информации. И это довольно серьезная борьба. С другой стороны, действительно, космос, он, так как он обладает таким неким глобальным или, в лучшем случае, полуглобальными свойствами, космические объекты имеется в виду, то сегодня услуги оказывают не только российским пользователям, но и зарубежным. Наша компания сегодня 70% примерно ресурса нашей системы, спутниковой системы связи Ямал, использует для российских пользователей. Ну, для примера, 146 телевизионных каналов вещаются через наши спутники, и почти там 7 тысяч станций спутниковой связи на территорию России работают через наши спутники. Но 30% ресурсов мы уже предоставляем зарубежным пользователям, которые, зарубежные операторы, интеллинационные компании используют наши ресурсы для того, чтобы предоставлять услуги, даже не входя на территорию нашей страны. Система Ямал – серия из трех спутников, запущенных на орбиту в рамках Федеральной космической программы России. Эти спутники транслируют отечественные телепрограммы для отдаленных районов России, пограничных застав и дальних гарнизонов. Широкие зоны покрытия спутников Ямал позволяют обслуживать значительную часть восточного полушария. Сегодня группировка спутников работает в полную силу. Однако программа развития сети связи на ближайшие годы предусматривает расширение орбитальной группировки спутников до шести космических аппаратов системы Ямал. Первым из трех орбитальных новичков станет спутник связи Ямал-300К. Следом за ним в космос отправится Ямал-401. Как вы развиваетесь сегодня? Какие задачи сегодня стоят перед нашей орбитальной группировкой? В космической отрасли сегодня три направления есть. Первое – это транспортная система, ракетная система, это целое направление, которое доставляет космические объекты на орбиты, и это целый отдельный бизнес. Есть второе направление – это пилотируемый космос, тоже мы знаем, какие задачи он решает. Ну и автоматический космос, автоматические космические системы, они сегодня тоже подразделяются на три типа. Это системы трениционные, это системы навигационные, ГЛОНАСС, пример, трениционные – это спутники связи. Это системы дистанционного зондирования, или, как мы говорим, геоинформационные системы, это спутники наблюдения, включая не только наблюдения прямой, но в том числе и метеорологические спутники, это тоже спутники наблюдения. Наша компания всегда позиционировалась как компания, которая продвигает идею промышленного освоения космоса, поэтому мы сегодня занялись новой системой, это система дистанционного зондирования «Смотр», так называемая, и в рамках нее первым этапом у нас идет подсистема «Артика-Р», это радиоакционные спутники, группировка радиоакционных спутников, которые мы сегодня начали разрабатывать совместно с Роскосмосом, на принципе, государственного частного партнерства. Мы, как компания, которая специализируется в области новых технологий, которая сегодня умеет организовать финансирование, реализовывать услуги потребителю, понимает нужды потребителя, вот мы сегодня в рамках данного проекта разрабатываем именно сам спутник, сами спутники, потому что они являются основным элементом, которые должны дать новое качество. А Роскосмос, обладающий обширной ракетно-космической инфраструктурой, предоставляет нам запуск этих спутников на орбиту. Ну а дальше, конечно, результат, ресурсы спутника, они будут разделены пропорционально между нужными государства и та часть, которая будет использоваться для представления уже, так сказать, на коммерческой основе. Что вы хотите увидеть на Земле? Чему вы хотите помочь на Земле, делая новые объекты? Я считаю, что задача ближайшего десятилетия, вот этого десятилетия, это именно создать систему дистанционного зондирования. Будет она одна, или будет несколько по системам, государственная и негосударственная, но в любом случае должна появиться орбитальная группировка спутников наблюдения за Землей, которые помогут решать задачи экологии, технического состояния промышленной безопасности, технического состояния, там, сельского хозяйства, посевов, там, пожары. Сегодня вот этой составляющей информационной, так сказать, у нас крайне мало. Из-за этого, в общем-то, я считаю, наше общество несет довольно большие потери, которым мы могли быть предотвращены, имея такую космическую систему. Это мечта конструктора Севастьянова? На самом деле, это уже сегодня не мечта, потому что мы здесь не пионеры, на самом деле, уже на Индии имеют свою систему дистанционного зондирования, Европа имеет, многие страны имеют свои системы, но сегодня одного спутника мало, надо создавать именно орбитальную группировку. Для нас это сегодня не мечта, мы просто сегодня уже реально реализуем этот проект. Нас иногда даже за это критикуют, как херетиков, которые как бы продвигают идею, что космос должен быть самоокупаемым, все-таки основные затраты должно финансировать государство. И я, в принципе, с этим согласен, особенно, что когда касается вопроса обороноспособности, науки, конечно, здесь бизнес не может помогать, это безвозвратные деньги, безвозвратные затраты, там другой эффект возврата. А вот когда мы говорим о гражданском космосе, я считаю, что уже, по крайней мере, по большинству систем можно и нужно переходить на принципы самоокупаемости, потому что это дает новый толчок к развитию, нового требования к качеству услуги. Когда мы начинали создавать систему Ямал, это, в общем-то, середина 90-х годов, тогда было очень много инженеров, которые были в возрасте где-то 50-й моложе, но которые прошли вот эпоху, прошли период создания крупных систем, энергия Буран, мир, то есть они вот именно вышли на результаты, на реализацию, они вели плоды своих, от своего творчества. И вот, когда мы создали систему Ямал, многие приняли участие в нашей программе, и это дало новое качество. Сейчас, вот в последние десятилетия, особенно в последние годы, мы столкнулись с тем, что как раз вот молодежь хочет заниматься техникой, и мы сейчас активно занимаемся подготовкой молодежи, мы, вот наша компания открыла кафедру промышленных космических систем в Томском государственном университете, магистрскую кафедру, куда мы берем после баклавриата или после окончания любых вузов, вот, берем, набираем студентов для своей компании. Зачем мы это делаем? Новые технологии, это есть результат творчества или работы конкретных, я подчеркиваю, конкретных людей. Таких людей надо не то, что готовить, их даже не всегда можно подготовить, их надо отбирать. В процессе подготовки надо таких отбирать, как вот отбираются там спортсмены, так и здесь. И вот в процессе видно, кто сможет дальше создавать новую технику. Потому что молодых людей надо набирать тоже, это как бы по морально, как раньше говорили, по морально-нравственному качеству. Может он мобилизоваться, может он создать. Какое у него видение, какой у него интерес, даже, извините слово, кураж какой у него в этой работе. Потому что, чтобы создавать технику, нужно где-то перевозмочь себя. Проект Арктика. Что он в себя включает? Что уже сделано и что еще предстоит? Задача – это, по сути, представление информации для генформиционных услуги. Это задачи мониторинга технического состояния газопроводов, ледовый мониторинг. Это задачи просадки и картографирования, кадастровый учет, экология, анализ экологической обстановки, последствия аварий, сельское хозяйство, срывание, лесопользование, наводнения, пожары. Вот эта орбитальная группировка, она будет решать очень многие задачи именно по промышленной и экологической безопасности. Одна из главных задач – это, конечно, система Арктика, это обеспечение деятельности российских компаний в арктическом регионе. Как в части освоения природных ресурсов, так и в части поддержки Северного морского пути. К сожалению, пока Северный морской путь дороже себестоимости, чем по Южному пути. И вот как только хотя бы не сравняется по себестоимости, то, конечно, Северный морской путь станет очень конкурентно, так сказать, конкурентом, потому что Южному морскому пути. А что это за собой потянет? За собой потянет развитие всей северной инфраструктуры наших городов. Развитие регионов. Регионов, северных регионов, в том числе и завоз туда, в общем-то, и товаров, и обмен, и так далее. И вообще открытие нового магистрали, о которой, кстати, мы возвращаемся с вами к началу вашего вопроса, это открытие новой магистрали. Движение человеческих активов, товаров, активов и так далее. Основная задача в этом – помочь технологически обеспечить решение данной проблемы. Почти три года успешно работает на орбите российский спутник «Метеор М-1» – первый и пока единственный из группировки российских метеоспутников, который изучает погодные условия Крайнего Севера. Несмотря на то, что он довольно-таки дорогой, во всяком случае, по мировым масштабам, ну, допустим, года через 4-5 такой спутник, безусловно, себя купит, если он будет работать нормально, а мы рассчитываем на это и будет давать информацию не только нашим спутникам, но и всему миру. Обычно спутники летают по геостационарной орбите вдоль экватора. Наблюдение за погодой в России ограничивается 60-м градусом северной широты. Российские ученые стараются расширить кругозор отечественного метеора. Размещен радиолокатор бокового обзора, то есть для осуществления круглосуточной всепогодной, всепогодного мониторинга северного морского пути, полярного круга наших северных районов. Северный полюс играет важную роль в формировании климата нашей планеты. Ученые даже называют Арктику кухней погоды. В Арктике большие запасы тепла или холода концентрируются. Они в большой степени регулируют климат в средних широтах как в западном, так и в восточном полушарии и вообще на земле. В этом смысле там и есть кухня погоды. Но это не единственная причина пристального интереса к северному региону. Арктика поистине уникальная кладовая природных ресурсов. Одной только нефти по подсчетам ученых 90 миллиардов баррелей. Ученые полагают, лет через 15 Арктика полностью освободится ото льда. По крайней мере летом добывать полезные ископаемые станет гораздо легче. Время работы или время открытия для судоходства северного морского пути от года в год постепенно увеличивается. Система Арктика выведет космические наблюдения в северном регионе на новую высоту. Метеоспутники Арктика-М будут работать на высокой эллиптической орбите 40 тысяч километров над землей. Кроме того, там будет мощный блок приборов гелиогеофизического наблюдения, что позволит нам лучше формировать так называемую космическую погоду. В 21 веке Россия планирует активно осваивать северные просторы и без поддержки из космоса не обойтись. Первый северный спутник отправится на орбиту уже в 2015 году, а через 7 лет космическая группировка Арктика заработает в полную силу. Орбитальная группировка Ямал. Сколько спутников в себя она включает сегодня? Сегодня в составе орбитальной группировки три спутника. Два наших собственных спутника – это Ямал-201 и 202. И один мы арендуем у компании «СЭС Глобал» «Астра 1Ф». Но установили свою орбитальную позицию с тем, чтобы в конце этого года его заменить на новый спутник, который мы запускаем в декабре этого года. И сейчас непосредственно в изготовлении находятся три спутника. Два из них уже изготовлены. Один спутник Ямал-300 изготовлен в «СЭС Решетнево» в Красноярске. Этот спутник мы совместно сделали. «СЭС» создала платформу спутника. Мы разработали на нашей компании полезную нагрузку на земную консуправление. Второй спутник Ямал-402 мы запускаем в ноябре. Мощный очень. Таких сейчас на российской орбитальной группировке нет. Это самый мощный будет спутник запускаться в этом году. Этот спутник мы делаем совместно с нашим партнером французско-итальянской компанией «Талис Оленья Спейс». В следующем году, в августе месяце, мы будем запускать спутник Ямал-401, который мы сделаем в содружестве нашей компании «СЭС Решетнево» и «Талис Оленья Спейс». Три спутника в ближайший, буквально вот этот год и следующий, мы запустим еще на орбиту. До 2015 года мы еще должны запустить суммарно 4 спутника новых. Сколько спутник живет на орбите? Чем ограничивается его жизнь? Это жизнь самого спутника или это все-таки зависимость от количества топлива, которое можно в него закачать? Общая принятая, так сказать, норма – это 15 лет эксплуатации на орбите. А в 90-х годах в России даже по ГОСТам спутники разрабатывались 1-3 года на орбите. Сегодня, как вы видите, тенденция увеличить срок эксплуатации службы на орбите. Это очень непростая задача. Она, я бы сказал так, суперсложная технологически. И вопрос не только в топливе. Топливо проще всего залить. А вопрос, конечно, в обеспечении стойкости микросхем, материалов в условиях, так сказать, агрессивного космоса. Например, одна из проблем, это очень серьезных, это радиация. Потому что все микросхемы, так же, как и человеческий организм, имеют свойство накопления и разрушения под радиацией. Я прошу не путать космонавтов и спутники связи. Потому что космонавты летают на низких орбитах, под магнитными полями. А вот гессонарные спутники, они находятся на большом удалении. На большом удалении. И они там полностью беззащитны по отношению к факторам космического пространства. С другой стороны, даже вот такой пример, что, например, на солнечной стороне температура может достигать 150-200 градусов. А на теневой стороне спутника, в одном и том же спутнике, температура минус 150 градусов. То есть вот эти контрасты, они, конечно, не способствуют долговечности материальной части. И чтобы с ними бороться, это, так сказать, их преодолевать в длительное время. Это, конечно, очень высокие технологии. Сегодня мы зависим от стойкости элементной базы, микросхем на орбите. То есть они раньше выходят из строя, чем у нас заканчивается топливо. Вот когда мы научимся их делать функционирующую очень длительное время на орбите, может быть, тогда для российских спутников ситуация изменится. Мы будем зависеть от топлива. Но, как я еще раз сказал, тогда мы вопрос с топливом решим. Спасибо, Николай Николаевич. Это была программа «Русский космос». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова